Благотворительный фонд Берегини за 12 лет оказал помощь больше чем на 100 миллионов рублей. Это не только пожертвования крупных доноров, но и частных лиц, естественно. Они составляют порядка 15-25% от общей суммы. Например, в прошлом году люди пожертвовали почти 7 миллионов рублей. Фонд уже 12 лет помогает онкобольным детям, проводит множество мероприятий, помогает больницам. Подробнее о работе фонда и его планах поговорим прямо сейчас в нашей студии. У нас в гостях Татьяна Голубаева, руководитель благотворительного фонда Берегини. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время с нами побеседовать сегодня. Расскажите, чего удалось достичь за 12 лет? Что вы можете считать главным своим итогом работы, своей гордостью, может быть, даже? На самом деле, как вы правильно сказали, у нас 113 миллионов пожертвований, которые были потрачены на детей. Это больше 1200 уникальных детей, мы так считаем. Мы так ведем статистику, когда мы помогаем уникальным детям в рамках адресной помощи. Понятно, что тогда, когда мы помогаем в рамках наших реабилитационных программ, внутри стационара и после стационара, там число детей намного больше. И самое важное все-таки это люди. Люди, которые присоединились к фонду, которые поверили, волонтеры наши, наши партнеры. И люди, которым мы помогаем, потому что они все остаются на очень долгое время с нами. С некоторыми мы общаемся все 12 лет, мы находимся где-то рядом. Так, в средний срок, когда мы находимся в общении с семьей, примерно 7-8 лет. Я когда вот смотрю, изучаю статистику по онкобольным, она достаточно немаленькая. По детям она другая, сразу могу сказать. В нашем регионе. Но 1200 это однозначно не капля в море. То есть это значимая часть. Ну, вообще заболевают в среднем 100 детей в год в Пермском крае. 100-115 детей в год в Пермском крае. Вновь устанавливается диагноз онкологический. И выздоровление, выхождение в длительную ремиссию примерно у 85-90% детей. По этому виду заболеваний, конечно, со взрослой онкологией там другие показатели, потому что детство все равно такая немножко уникальная среда. У ребенка нет еще добавленных всяких дополнительных заболеваний, которые отягчают. Кто не знаком с работой вашего фонда, расскажите, как вы именно помогаете, потому что я знаю, что вы оборудование покупаете в больнице и так далее. У нас на самом деле, да, у нас есть 4 программы. Мы фонд из пожарной скорой помощи, каким был 12 лет назад, сейчас уже системная, полноценная инфраструктурная организация, которая делает множество проектов. Но главное, это 4 программы, в рамках которых мы действуем. Это адресная помощь непосредственно, когда ребенку необходимо оплатить, анализы, обследования. Мы не оплачиваем ничего напрямую родителям. Это всегда оплачивается за него, как бы контрагенту, либо в клинику, либо покупаем по трехстороннему договору препараты, которые необходимо экстренно купить. Быстренько. Это адресная помощь. Это все, что связано с реабилитацией. То есть тогда, когда ребенок попадает в стены детского онкоцентра, он там находится примерно полтора-два года, длительность лечения достаточно большая, поэтому там создается развивающая, поддерживающая среда, которая помогает ребенку и родителям находиться в ресурсе и получать новые знания и так далее. Это все, что связано с реабилитацией. И постбольничная реабилитация у нас как раз очень длинный. И вот этот период, который я сказала, 7-9 лет, это как раз период, когда мы приглашаем семьи на уникальные программы. У нас вот за 12 лет мы посчитали, получилось 18 программ, в которых поучаствовало больше 200 детей, потому что это всегда очень небольшое количество детей, которые мы берем на эти программы. И помогаем им психосоциально реабилитироваться после того, что они пережили тяжелое заболевание. Оно всегда оставляет след в душе ребенка и в душе родителей, которые с ним это переживали. Третье направление – это помощь медицинским учреждениям, когда мы как раз покупаем оборудование, помогаем обучением врачам, помогаем в каких-то бытовых нуждах экстренных. Мы плотно работаем с Пермской детской кровообольницей и входим туда в совет общественный, помогаем всячески. И, соответственно, помогаем Центру комплексной реабилитации детей, которые находятся у нас на Сивково-14, где точно так же и приобретали оборудование в свое время. Мы посчитали, что у нас получилась такая цифра 9 миллионов, 43 тысячи, когда мы потратили именно на оборудование, на то, чтобы эту услугу получил не один ребенок, а множество детей. И отдельная история – это волонтерство. И отдельная четвертая программа – это как раз волонтерство, которое помогает… Ну, волонтеры – наши руки, глаза и сердца. Мы это всегда проговариваем, потому что мы без них на самом деле много чего не можем. Вот все 18 программ, которые, я говорила, мы проводим для детей и семей после выздоровления, после окончания лечения, они вообще невозможны без волонтеров. Там все полностью строится на волонтерах. Волонтеры у нас общаются с детьми в больницах. И сейчас, и в продолжении нашего с вами разговора, как мы перестроились в онлайн. Это очень важно, когда мы понимали, что мы не можем прекратить с ними общаться, хотя двери были полностью закрыты в апреле-марте прошлого года. И в июне мы уже вступили в полную работу. У нас выходили ребята в Zoom, мы закупили больше планшетов и каких-то там ноутбуков. Обучили персонал помогать, потому что вход в онкоцентр был только для сотрудников больницы. И наши два психолога просто разрывались, потому что они не могли подключать детей к Zoom и дополнительно еще и там успевать помогать своими профессиональными обязанностями. Какое из этих направлений самое дорогостоящее, если говорить про Zoom? Самое первое, про которое вы говорили уже реабилитация? Ну, как обычно, по итогам годовых отчетов, мы видим, что на данный момент реабилитация и адресная помощь это дорогостоящие истории в разрезе всего бюджета. Когда мы за год подводим итог, то, конечно, львиная доля помощи все равно пока идет на адресные нужды детей. А, в принципе, реабилитация уже давно тоже подтягивается. Давайте подробнее поговорим про суммы. Кто действительно, те, кто занимается фандрайзингом, те, кто вносит средства, кто это, что это за физлица, что это за компания? Я думаю, можно эти компании называть запросто. Ну, у нас в среднем, давайте так, у нас получается в среднем от 30 до 60 партнеров за год проходит, которые помогают за счет юридических лиц. Большинство все-таки люди помогают именно со своего личного счета. Это физические лица, так называемые, благотворители, которые делают это самостоятельно по воле своей души. Это небольшие суммы. Их примерно 4 тысяч человек в год. И среднее пожертвование составляет 500 рублей. Это как раз очень хорошо доказывает о том, что благотворительность это не мир олигархов и богатых людей. Это точно такие же люди, которые за последнее время, наоборот, приток жертвователей есть. Да, мы понимаем, что благотворительность интересна. Люди задают правильные вопросы, обязательно смотрят сайт, смотрят отчетность, задают вопросы про команду, задают вопросы о том, где находится офис, куда можно прийти. Это на самом деле очень важно, потому что в социальных сетях и в рассылке, особенно в почте, очень часто попадаются такие информации, про то, что вот, экстренно собираем на какого-то ребенка, он куда-то летит. Это, как правило, здорово, если эту информацию перепроверяют. Такое тоже бывает. То, что вы сказали, слышал из людей из вашей сферы, из благотворительности, что стали жертвовать меньше суммы, но жертвователей становится больше. То есть общая как бы касса благотворительности в Пермском Украине не уменьшается, в том числе по фондам отдельно. Да, это на самом деле так. И еще есть люди, так называемые люди, которые поддерживают на постоянной основе, когда они подписываются на рекуррентные платежи. Эта сумма еще меньше, она примерно 100 рублей, 150 рублей. Но когда человек подписан на 3-4 благотворительные организации, которые ему доверяют, у него эта сумма автоматически списывается с карты. И это, так называемые словами, тренд, который мы специально работаем над тем, чтобы таких людей становилось больше и больше. Потому что это та сумма, которая незаметна для человека в месяц, 100 рублей. Но в то же время, когда ты понимаешь, что у тебя на твои 300 рублей, ты подписан на 3 фонда, и у тебя 300 рублей списываются, они каждый месяц делают доброе дело. Это на самом деле очень важно, и это важно понимать. Но про благотворительность с юридическими компаниями, про партнерские истории, они тоже очень важны, потому что так мы можем вовлечь большее количество людей, которые могут об этом узнать, которые могут принять участие волонтерами. Такое тоже бывает. У нас с компанией есть примеры таких компаний, которые участвуют и в волонтерской помощи, помогают нам на мероприятиях или проводят сами какие-то благотворительные организации. Назовите ваших ключевых партнеров. Пусть их имена прозвучат, этих компаний. Группа компаний «Метафракс», «Камская кемическая компания», научно-производственная. Группа компаний «КПМГ». Мы тоже работаем очень хорошо и достаточно давно. Это, кстати, один из таких партнеров, которые при заходе в регион, когда они только пришли в регион, они сразу же связались с нами, сказали, что у нас есть корпоративно-социальная ответственность, и мы с этим рады работать. Когда вы говорили, что люди еще изучают информацию, я видел, что у вас на сайте есть, например, конкретно, что в апреле мы вместе с вами помогли 61-му ребенку на сумму 1,5 миллиона рублей. То есть у вас сразу чуть ли не такая отчетность, что вы делаете. Отчетность обязательна. Вообще, в принципе, отчетность благотворительной организации это очень важный пласт работы. У нас очень много сотрудников, которые работают непосредственно в административном штабе, они этим и занимаются, что мы составляем отчеты, и до 10-го числа каждого месяца у нас должен появиться отчет за предыдущий месяц. И это то, как раз на чем можно, не то чтобы проверять, но узнать про информацию о фонде, который вам интересен, больше, если найти на его сайте отчет, увидеть список тех, кто пожертвовал, и список расходов. Татьяна, финальный вопрос у меня. Вот мы с вами про тренды поговорили. Расскажите о ваших планах работы. На этот год, может быть, там, может, следующий можно затронуть. Связаны ли они с этими трендами, о которых вы говорили? На самом деле, благотворительность, это очень часто думают так, что благотворительность – это все, что мы хотим делать. Это доброе дело, и какие тут могут быть планы, но нет. Фонд для того, чтобы существовать постоянно, системно, и не проваливаться в помощи тем, которым мы нужны, потому что у нас, как вы сказали, 60 детей в среднем проходит по адресной помощи за месяц. Это огромная текучка разных задач, пусть даже эти суммы совсем небольшие. Иногда людей это пугает. Почему сумма 6 тысяч рублей нужна ребенку? Ну да, вот такая сумма тоже нужна, и родителям без нее было бы сложно. И вот в ближайшее время у нас будет благотворительный забег. В июле у нас будут «Игры победителей». Это региональный этап, который в прошлом году мы как раз отменили из-за пандемии, чему очень были расстроены. Поэтому в этом году переносим его на улицу. Но все-таки «Игры победителей» для нас очень важный проект, потому что мы для него, мы на нем видим всех детей, которые прошли через тяжелое заболевание. Вот, грубо говоря, есть план по тому, чтобы платежи росли в ваш фонд? То есть вы ставите такую себе прогнозную планку на рост? Мы ставим планку... Или хотят, чтобы она была стабильной? Нет, мы ставим планку точно на стабильность, и мы ставим всегда цели на то, чтобы увеличивать как раз тех рекуррентных платежей, которые постоянно поддерживают фонд, чтобы история благотворительности, она не часто про сиюминутное желание. Если приходят к этому осознанно, если доверяют, если получают каждый месяц отчеты, как правило, это показывает, что мы с этими людьми очень много успеваем сделать. Миссия изменить мышление людей. Ну, немножко не так звучит, но в целом да. В целом это очень здорово, менять мир вокруг себя. Поэтому мы помогаем пермским детям, детям Пермского края, региональный фонд. Поэтому в этом плане, конечно, это очень здорово, когда понимаешь, что спустя 12 лет, с чего мы начинали, и какая команда, и сколько людей сейчас поддерживают. Спасибо. Поздравляю вас с 12-летним работой фонда. Татьяна Голубая в нашей студии, руководитель благотворительного фонда «Берегиня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова